Дорогие друзья, дорогие братья и сёстры, мир вам! Ещё один раз Господь позволил, даровал нам здоровье, чтобы мы вот так вот спокойно, благополучно могли прийти в Его дом, для того, чтобы поразмышлять над Словом Его, посмотреть, что Он хочет нам сказать, проанализировать своё состояние души, состояние своего сердца, увидеть свои плюсы, увидеть свои падения, сориентироваться, взглянуть на Иисуса Христа, на Евангелие, выровнять наши пути, исследовать и продолжать следование за нашим Господом Иисусом Христом. Текст Священного Писания, который я хочу вам предложить для нашего размышления, записанное в Евангелии от Матфея, 13 глава, 47 стих, это один текст и другой текст с этого же Евангелия, с этой же главы, с 24 стиха и ниже, но основной наш отрывок, это всё-таки будет с 47 стиха и по 50. Итак, Матфея, 13 глава, 47 стиха и ниже. Очень знакомый текст. Ещё подобно Царство Небесное Неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изойдут ангелы и отделят злых из ряды праведных, и, ввергнутых в печу огненную, там будет плач и скрежет зубов. Ещё один текст из этой же главы, 13 глава, 24 стих. Другую притчу предложил Он им, Иисус Христос, говоря, Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своём. Когда же люди спали, пришёл враг его и посеял между пшеницу и плевелой и ушёл. Когда зашла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы, домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоём, откуда же на нём плевелы?» Он же сказал им, враг человека сделал это. А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдём выберем их?» Но он сказал, нет. «Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы, я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Только недавно мы с вами праздновали жатву, день праздника жатвы, и вот через несколько недель мы будем с вами, ну, может, чуть больше, чем несколько недель, будем с вами праздновать Thanksgiving, день благодарения. И вот почему-то, размышляя над Священным Писанием, я вот хотел бы с вами поразмыслить над этими текстами. Вы знаете, во время праздника жатвы очень часто как бы определять, ну, есть такая вот тенденция, определять себя плевел я, или же все-таки я пшеница, куда себя больше направить, где я больше себя вижу. И вы знаете, я как бы задался таким вопросом, ведь в принципе действительно, если вот среди присутствующих здесь сегодня, я спрошу, кто из вас считает себя плевелом, поднимите руку. Получается, какой-то казус, что вроде бы, особенно вот этот 47 стих написано, «Изыдут ангелы, отделят злых и среды праведных». Так есть среди нас злые люди или нет? Или мы все праведники? Или же, может быть, мы все пшеница в действительности? Ведь это очень важный вопрос. Почему? Потому что одно дело считать себя пшеницей высокого сорта, предстать перед Богом, и Господь скажет, соберите его в снопы и кидайте туда в пламя огненное. Конечно, не хотелось бы считать себя и плевелом, осознавая, что участь тебя ждет та же самая. Но у нас, живущих на земле, есть все-таки вот это вот время, пока мы живем, пока дыхание в нашей груди, в наших ноздрях, оценить свою жизнь и без боязни сказать, «Господи, я вижу, что я плевел». Потому что в течение жизни у тебя есть возможность измениться и стать пшеницей, нежели думать всю жизнь, что ты, оказывается, что ты пшеница, а в конце концов оказалось, что ты не пшеница, а плевел. Где вот это основание, над чем мы можем основывать свое вот это понимание и сделать определенный анализ, протестировать себя, на основании чего? Я спрашиваю вас и спрашиваю самого себя. Как мы можем провести анализ и осознать, пшеница я или плевел? На Слове Божьем можем посмотреть, на Слово Божие. Другие люди смотрят на человеческие плоды. Ну, давайте с вами проведем такой анализ. Вот если человек приходит в церковь, верующий человек приходит в церковь, является он пшеницей или нет? Давайте скажем, является. Если он приходит утром и вечером, является пшеницей? Может и является. Когда я спросил, есть ли среди нас плевелы, никто руку не поднял. Вот сейчас, если мы будем по-человечески вот так вот анализировать, то мы увидим, что вот с этим анализом человеческим мы придем в точку такого понимания, что, оказывается, мы все плевелы. Но я покажу чуть попозже, что это вот такой вот тест, такой анализ, он не библейский, ничему хорошему не приведет. Ну, давайте следующий тест. Люди, которые хотя бы вот в течение года посещали служение утром и вечером, являются пшеницей? Можно сказать, да. А те, которые не посещили, вот в течение года пропустили несколько, можно сказать, что они плевелы? Ну, не пшеница, скажем, высокого роста, но очень близко к тому, что вот где-то там они уже остались. Хорошо. А если вот человек в течение жизни начинает участвовать в служении активно? любое служение является пшеницей. А тот, кто не участвует, уже где-то возле плевелов. А сейчас планочку еще выше поднимем. Те, которые, допустим, поют в хоре, пшеница, те, которые не поют, не пшеница. А сейчас еще выше планочку сделаем. Те, которые приходят в среду на служение, являются пшеницей, а кто не приходит, не является пшеницей. И понимаете, к чему это приведет? К тому, что у нас останется два, три человека пшеница, а все остальные плевелы. Хотя, когда я спросил, кто плевел, никто руку не поднял. А все дело в том, что Писание не дает нам права судить людей, определять, кто пшеница, кто плевел. Потому что с таким человеческим анализом мы далеко зайдем и оттуда не выйдем. Еще и сами спотыкнемся и станем плевелом. Итак, 47 стих. Царство небесное, подобное закинутому в море неводу, это сеть. И вот эта сеть захватила множество рыбы всякого рода, которые, когда наполнился, вытащили на берег и сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Вот в этой 13 главе Иисус Христос очень много говорит о Царстве Небесном. Он говорит о том, какая это природа Царства Небесное. Он говорит о том, как влияет Царство Небесное. Он говорит о личном принятии этого Царства Небесного. Он говорит о таинстве, сравнивая Царство Небесное с сокровищем. Но вот эта притча о неводе, невод – это сеть, большая сеть, притча о неводе – это грозное предостережение о том, что постигнет нечестивых грешников, когда их отделят от праведников в последние дни. Иисус Христос рисует наглядную картину суда, кратко объясняя принцип, по которому будут судить людей. И Он отдает вот это отрезляющее предостережение о гибельности суда. Царство небесное, подобно невоту, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и сев хорошее собрали в сосуды, а плохое выбросили. Вы знаете, этот вид деятельности, который избрал Иисус Христос, он был не просто так избран. Дело в том, что когда Иисус Христос проповедовал, Он был на берегу вот этого Галилейского моря. И когда Он учил, если вы возьмете вот эту 13 главу чуть-чуть пораньше, прочитайте ее вначале, Он учил, показывая людям, что Царство небесное — это вот как пшено, как пшеница, которая была посеяна. Царство небесное — это вот как жемчуг. Царство небесное — это как сокровище, которое было закапано, и нужно было пойти найти. И человек, который нашел, продал все ради того, чтобы вот этим сокровищем обладать. И вот здесь Он говорит, что Царство небесное подобно вот этому неводу. Вы знаете, на Галилейском море рыбная вот такая ловля велась тремя способами, и она до сих пор ведется этими же способами. Первый из таких способов — это просто закинуть леску с крючком и ловить по одной рыбке. Если вспомните, Иисус Христос сказал как-то Петру, пойди и закинь, поймаешь рыбу, вытащишь две драхмы, заплатишь за себя и за меня. Второй способ — это вот иметь вот эти сети, которые на плече. Знаете, один человек может вот этой сетью идти вот по Геннесарецкому озеру, видеть стаю рыб, если это Геннесарецкому озеру, местами мелкое, видеть вот эту стаю рыб, и он может сам вот эту сеть бросить в большом окружении и поймать рыбу, которая там вот окажется в этой сети. Но другой способ, о котором говорит, скорее всего, вот эта притча, это говорится о неводе. И этот невод, он где-то около квадратного метра мог охватывать площадь вот эту вот морскую или водяную. И обычно нужно было, чтобы было вот где-то, знаете, несколько человек, бригада рыбаков, чтобы каким-то образом вот эти сети вынести, вынести их на берег. Если же участвовала, допустим, одна лодка, то один конец вот этого невода хорошо закрепляли на берегу, другой конец находится в лодке, и вот эта лодка делает огромный круг, подходит в свою вот эту начальную точку, и потом вот эти сети потихоньку вытягивают. Сверху находится, наверху этих сетей находятся поплавки, а снизу находится грузило. И вот эту вот сеть вытягивают, и это не очень легко, это кропотливая работа, что вот эту вот мощь, вот это всё, что там находится внутри, чтобы всё это вытянуть на берег. И это ни один человек делает. И вот эта сеть может поймать туда и рыбу, может тащить туда всё, что попало, всё, что вот возможно вытащить со дна, но всё тянет на берег. Когда невод вот это тащили к берегу, в него попадало, как я уже говорил, всё. И когда невод наполнялся, требовалось много людей, огромное количество, ну, несколько криллических часов, чтобы вытащить его на берег. И затем рыбаки садились и начинали очищать то, что пригодно ложили в сосуды, то, что непригодно они выкидывали. Итак, принцип, который записан здесь в этой притче, гласит так. Так будет при кончине века, выйдут ангелы и отделят злых из среды праведных. Вот почему я вначале говорил, что рассуждая над тем, кто из нас плевел, а кто из нас пшеница, мы далеко зайдём. Почему? Потому что это не наша прерогатива. Господь говорит, что придут ангелы, и они произведут вот эту работу. Они отделят злых от добрых. Посмотрите в притче, которую мы читали с вами чуть раньше, о пшенице. Здесь говорится о рабах, которые захотели помочь хозяину, домохозяину, и сказали, мы хотим пойти и вырвать эти плевелы, которые враг душ посадил. Но что он говорит им? Не делайте. А когда возросло это всё, и пшеница, и плевелы, кто пошёл собирать? Рабы? Нет, пошли собирать жнецы. То есть есть определённая прерогатива, определённые, скажем, ангелы, которые должны этим заниматься. Не мы должны осуждать одного другого, не мы должны определять, кто плевел, а кто не плевел. Придёт всему время, и Господь сам определит, и скажет ангелам, пойдите и отделите злых от праведных. Итак, Иисус начинает своего толкования притча, объясняя, что отделение хорошей рыбы от плохой олицетворяет его Божий суд при кончине века. Значит, притча о пшенице олицетворяет сосуществование верующих и неверующих в нынешней форме царства. Там не написано, что отделите, но написано, оставьте их расти вместе. Они сосуществуют вместе. А вот данная притча, которую мы с вами прочитали в 47 стихе, указывает на разделение при смене формы сосуществования царства. Итак, вначале говорится о том, что они находятся вместе, и пшеница, и плевелы растут вместе. А в 47 стихе в этой притче написано, что ангелы сошли и разделили их злых из среды праведных. При толковании притчи о пшенице и плевелах Иисус утверждает ту же истину, что и в 47 стихе. Посмотрите, при кончине века выйдут ангелы и отделят злых из среды праведных. В настоящее время, в эпоху церкви, Бог терпит неверие и неправедность. Но придет время, когда его терпению, терпению Иисуса Христа придет конец, и начнет он судить мир. И первый этап суда называется отделением, отделение злых из среды праведных. Плевел от пшеницы. Невод Божьего суда бесшумно движется. Вот представьте себе вот этот невод, который в море, который движется потихонечку к берегу. Он собирает все внутри, и он движется потихоньку в берегу. Точно так же и невод суда. Он потихоньку движется к своей завершающей точке, к суду. И кого-то этот невод касается, и кто-то, коснувшись этого невода, услышав об евангельской вести, услышав о призове, но в то же самое время начинает убегать в середину этого невода, чтобы не думать о будущем, чтобы не думать о жизни вечной. Он убегает в этот середину невода, чтобы подумав, что он убежал от опасности. Понимаете? Каждая рыба, когда ее тянут в сети, для того, чтобы почувствовать какую-то свободу или безопасность, соприкоснувшись с сетью, они убегают в середину. Зачем? Для того, чтобы каким-то образом успокоить и сказать, что я в безопасности. Вот этот невод Божьего суда, он потихонечку сжимается. Сжимается и придет то время, когда каждый человек даст отчет перед Богом. И когда Слово Божие касается человека, человек, вздергнувшись, осознавшись, что он делает что-то не так, но вновь возвращаясь в пучину своих мыслей, своей жизни, своей суеты, точно та же, как та рыба, которая бежит в середину, чтобы, ощутив вот безопасность, вернуться опять в свой комфортный образ жизни и не думать ни о чем, не думать о том, что когда-то придется дать ответ вот туда, в середину, и думать, что все нормально. Но как только сжимается вот этот вот невод, еще бежит в середину. Но дело в том, что бежать-то некуда будет. В конце концов придется предстать перед Богом и придется дать ответ. Невидимая сеть Божьего суда захватывает каждого человека, как невод захватывает рыбу. Как в притче о плевелах, так и в притче о неведе, в стихе 41 и во многих других разделах Нового Завета провозгласалось то, что ангелы являются Божьим орудием отделения исполнения пригорода. Отделение коснется всех людей, которые будут в то время живы, и те, которые умрут. Посмотрите, что написано в Ангелите, Иоанна, 5 глава, 29 стих. «И выйдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Иисус Христос вновь и вновь предупреждает об ужасе ада. Он умоляет людей избежать этого ада, каким образом, придя к нему за спасением. Он предупреждал и предупреждает. В Евангелии от Луки, 17 глава, 26-27 стих. «Как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, когда вошел Ноя в ковчег и пришел потоп и погубил всех». Дорогие друзья, Бог не находит удовольствия в том, что грешник погибает. Написано, что Бог не желает, чтобы кто погиб. Он хочет, чтобы все имели жизнь вечную, чтобы все имели спасение. Господь плакал над Иерусалимом, потому что люди не обратились к Нему, когда Он пришел с благодатью и с милостью к ним. Иисус Христос предупреждал об аде не для того, чтобы причинить страдания людям, а для того, чтобы спасти их от ада. Дорогие друзья, ад был создан не для людей, а для дьявола и падших его ангелов. 13 глава, 50 стих этой же притчи. Мы читаем такие слова. «И вергнут их в печь», то есть злых людей, плевелы, «вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Вы знаете, на уровне эмоций, наверное, это одна из самых вот таких сложных доктрин, учений, учения о баде. Но еще есть одна, мне кажется, такая сложная тоже доктрина, эмоционально сложная, это учение о смерти. И вот учение о баде, это довольно-таки трудно понять, и многие люди не хотят об этом слушать. Но как бы то ни было, очень интересно, что Иисус Христос – это тот, который говорил очень много о баде. Не было таких евангелистов, не было таких пророков, которые бы учили о баде столько, сколько учил Иисус Христос, столько, сколько напоминал Иисус Христос. Друзья, если бы это было просто какой-то фантазией или еще что-то, Иисус Христос бы не обратил на это столько внимания. Иисус Христос, являясь спасителем наших душ, предупреждает нас на страницах Священного Писания, что ад действителен, что он существует, и что Иисус Христос, как Творец наших душ, очень сильно хочет, чтобы мы туда не попали. От начала и до конца своего земного служения Иисус особо выделял эту доктрину, доктрину о баде. Он предупреждал людей о баде больше, чем все остальные учителя, упомянутые в Библии. Вот несколько из них, несколько примеров. Вот, допустим, на горной проповеди Господь Иисус дает несколько конкретных примеров, предупреждающие о баде. Вспомните, кто скажет «безумный» подлежит гиене огненной. «Лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Иисус сказал, что порочные сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрезы зубов. Матфея 8, глава 12 стих. Христос спрашивал порочных лицемерных крижников и фарисеев, как убежите вы от осуждения в гиену? Если вы посмотрите, прочитаете все вот эти Евангелия и просто для себя отметите, вы увидите огромное предупреждение Иисуса Христа о том, что ад действителен и что в него попадут те, которые не признают Иисуса Христа и не живут по Его воле. Ад – это не просто состояние, когда человек постоянно, постоянно человека мучают, вот эти ужасные воспоминания о своей плохой жизни. Нет. Ад – это не переход в какое-то небытие. Ад также не является местом, где грешники будут продолжать необузданно и беззаконно грешить. В аду не будет ничего приятного. Там только муки и там наказание. Знаете, человеческий разум не может представить этот вечный ужас под названием ад. Даже те образы, которые вот в Писании нам каким-то образом чуть-чуть приоткрыты, чтобы представить весь вот этот ужас ада, мы не в состоянии его понять точно так же, как мы не в состоянии понять вечность с Иисусом Христом. Почему? Потому что мы привыкли жить во времени, мы привыкли жить земным. Ну, давайте посмотрим, и Слово Божие, четыре яснополагающие истины, а вот об этом аде, которые помогут нам хотя бы частично представить весь вот этот ужас ада. Во-первых, ад – это место постоянных мучений. Ничего хорошего в Аде нет. Если люди думают, что они будут в Аде, будут веселиться и со своими друзьями каким-то образом отыгрывать какие-то пирушки, это заблуждение. В Аде ничего хорошего нет, кроме мучений, страданий и боли. Мучения часто описываются в Евангелии как тьма, Матфея 22 глава 13 стих. Туда не может проникнуть свет, где просто ничего не видно. На протяжении всей вечности осужденные никогда не увидят света, ничего того, что могло бы освещать. Адские мучения также описываются как огонь, который никогда не прекратится и которого никогда нельзя будет погасить. Марка 9 глава 43 стих. Осужденные никогда не смогут найти облегчение от этого огня. Ад — это не что иное, как место, где будет плач и скрежет зубов. Вы знаете, я тоже задался таким вопросом. Может быть, кто-то из вас тоже задался вопросом. Если ад — это тьма, то когда горит огонь, то свет все-таки какой-то есть. Я не знаю, если вы были в пожаре, то вот этот дым пожара не дает проникнуть этому свету огня. И если кто-то проезжал, вот когда в Калифорнии горели леса, если кто-то проезжал именно в том эпицентре вот этого огня, там никакого света нет. Там настолько все режет глаза, настолько все полыхает, настолько все задымлено, что просто ничего не видно. И это только всего лишь какая-то вот часть того, что горит на земле. Мы можем представить, насколько все страшно. Когда, допустим, вот если помните, по-моему, пару лет назад в Австралии огорела, там полыхало все. Люди были в ужасе. И это всего лишь какая-то мизерная, мизерная часть того, что творится в аду. К сожалению, наш человеческий разум не в состоянии осознать всю ужас, весь ужас вот этого ада. Во-вторых, Писание говорит, что в аду будут мучиться и душа, и тело. Не будет такого состояния, что вы не будете чувствовать этой боли. Или человек, который не познал Христа, не будет чувствовать этой боли. Написано в Матфея 10, глава 28 стихе. «И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Точно так же, как верующие будут воссоединены с воскресшими телами, с Иисусом Христом, чтобы вечно наслаждаться славой небес, неверующие будут воссоединены с воскресшими телами, чтобы терпеть вечные муки ада. «Иисус говорил о Баде, как о месте, где червь их не умирает». Марка 9, глава 44 стих. «Когда физическое тело человека погреблено, то черви поедают его». Поедают до тех пор, пока уже не остается, что поедать. Евангелие от Марка 9, 44 стихе говорится, что Христос говорит о Баде, что червь их не умирает. Друзья, когда люди, неверующие, получат вот эту плоть, которая не будет сгорать, то и вот эта червь, он не будет уничтожаем, он будет мучить их. Об этом говорит Евангелие, друзья. В-третьих, люди будут переживать муки ада в разной степени. В аду страдания для всех будут сильными и постоянными, но некоторые будут испытывать вот эти муки еще сильнее, еще более, может быть, как-то, если можно выразиться, острее. Посмотрите, если отвергшиеся закона Моисеева, это в послании евреям, 10 глава, 28-29 стих, послушайте внимательно. Если отвергшиеся закона Моисеева, люди, которые, ну, отвергли закон Моисеева, приступили, при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, говорит автор послания к евреям, то представьте себе, насколько чечайшему наказанию повинен будет тот, кто попирает сына Божьего, не почитает за святыню кровь завета, который освящен и духа благодати оскорбляет. Представляете? Вот если переступил закон Моисея, при двух-трех свидетелях сказали, этот человек переступил закон Моисея, ему смерть. И здесь вот этот автор послания к Евреям говорит, представьте, насколько сложнее, насколько тяжелее будет то состояние или то наказание, или тот виновен будет настолько, что тот человек, который попирал сына Божия, тот человек, который не почитал за святыню кровь завета, который освящен и от духа благодати оскорбляет. Представьте, насколько ему острее и сложнее, насколько тяжесть наказания будет на нем. Друзья, это очень серьезно. Это не просто слова, которые оставлены на страницах Писания, которые мы должны прочитать и забыть. Нет, это очень важно. Мы можем сказать, что словами мы почитаем Христа. Мы можем сказать, что мы вот и участвуем в хлебопреломлении. Мы можем сказать, что мы участвуем и в этом служении. Мы активны там, и здесь, и в других местах, и еще что-то делаем. Друзья, но очень важно уделить внимание тому, что наша жизнь, вот это является основанием того, верим, живем ли мы Господом, живем ли мы Евангелием или живем мы просто словами. Те, кто сознательно отвергает Иисуса Христа, попирает таким образом жертву, которую Христос принес за нас, пролив свою кровь, они будут наказаны гораздо сильнее, чем те, у которых был лишь свет Ветхого Завета. Я еще раз скажу, друзья, одно дело говорить словами о верующий человек, приходить в церковь в хорошем костюме, хорошо одетый, примерным, показывать вот такой, вы знаете, образ верующего такого человека, еще где-то, если можно там всплакнуть, и ты смотришь на него и удивляешься, думаешь, ну просто, вот можно писать с него портрет настоящего баптиста, верующего человека, скромный, смиренный. Друзья, ну, это не является фактором того, что, или не является основанием того, что ты действительно верующий человек. Вся верующая наша жизнь, христианская наша жизнь, начинается не здесь, а за молитвенным домом, в семье нашей, на работе нашей, в учебе, когда мы встречаемся с людьми, неверующими, когда нам делают зло, когда с нами поступают несправедливо, как мы на это реагируем, вот здесь проявляется наша христианская жизнь, понимаете? Поэтому, когда мы сюда все приходим, друг на друга смотрим, то действительно, самый высший сорт муки, пшенички вот этой, потому что любо глядеть, все верующие, все молятся, закрывают глаза, поют пение вообще, ну, кто-то не поет, а кто-то поет, понимаете? Ну, трудно сказать, что вы плевелы, трудно сказать, что я плевел, ведь все так хорошо, ведь все так красиво. Друзья, мы таким образом друг друга обманываем. Если вы действительно такой вот, как здесь, и вы находитесь точно так же и в семье, и за дверьми такой этой церкви, являетесь таким же христианином, благослови вас Господь, вы действительно пшеница. Ну, а если вы живете совершенно не христианской жизнью, или делаете дела, о которых бы вы не хотели, чтобы слышали ваши братья и сестры, сидящие здесь, то вы обманываете самих себя. Вы просто обманываете, самих себя. И потом вы можете говорить, что вы пшеница действительно, но окажется, что вы не пшеница, и Христос скажет вам, свяжите их в снопы и бросьте в огонь вечный. Притча о рабах, которые ожидали возвращения господина со свадебного пира, Иисус объясняет, что раб, который знал волю господина, знал волю господина своего, не был готов и не делал по воле его бит будет много. А который не знал и сделал достойно наказание, бит будет меньше. Луки 12 глава 47-48 стих. Четвертое. Мучения в аду будут вечными, друзья. Это не что-то, определенный какой-то срок, который можно каким-то образом перетерпеть. Это будет вечно. Нет ничего более ужасного, чем бесконечный ад. Для описания продолжительности как ада, так и небес, Иисус использует одно и то же слово. И пойдут эти в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. И те пойдут вечно, и эти пойдут вечно. Только те пойдут во славу Божию, находиться в присутствии Богом, с Богом, а эти пойдут вечную погибель. В аду люди будут испытывать полное отсутствие надежды. Хотя Бог первоначально предназначил ад для дьявола, его падших ангелов, люди, которые вместо того, чтобы исполнять волю Божию, избрали путь сатаны, разделят и судьбу сатаны. Люди, которые не разделяют с Господом вот это спасение, не принимают спасение Господа Иисуса Христа, отвергают у Иисуса Христа. Они разделят вот эту участь дьявола и его падших ангелов. Знаете, великий британский писатель и проповедник Джон Буньян описывает ад, используя свойственные ему живые образы. Я хочу прочитать, а вы послушайте. В аду ты будешь находиться в обществе лишь проклятых душ, а также огромного количества бесов, пока ты живешь в этом мире от одной мысли, что тебе могут явиться бесы, ты начинаешь дрожать всем телом, и волосы у тебя на голове встают дыбом. Но что ты будешь делать, когда это будет не в твоем воображении, а когда ты на самом деле будешь находиться среди всех бесов ада, воющих, ревущих и визжащих настолько отвратительно, что ты будешь на грани помешательства, будешь сходить с ума от тоски и мучений. Если бы через 10 тысяч лет всему этому пришел бы конец, это было бы утешением. Но твое несчастье в том, что это будет продолжаться вечно. Когда будешь взирать на бесчисленное множество воюющих, воющих бесов, окружающих тебя, ты вновь и вновь будешь думать, это моя участь навсегда. И когда ты пробудешь в воду столько тысяч лет, сколько звезд на небе или капель воды в море или песчинок на морском берегу, перед тобой все еще будет вечность. И одно это слово вечность, оно будет мучить душу твою. Вот такое описание Джон Буньян, вот этот пуританский писатель написал свое вот такое эмоциональное представление об Аде. Знаете, прочитывая его, действительно мурашки приходят, как бы проходят по твоему телу, потому что вот как-то начинаешь воображать вот эту вот эту вот сущность вот этого греховности, вот этого ужаса, этого ада. И опять же скажу, что вот это то, что он написал, это всего лишь какой-то мизер всего того, что действительно будет происходить в этом Аде. Друзья, я не хочу вас отпускать с тем, чтобы вот с такой вот тягостью на душе вы уходили. Пока мы живем, у каждого из нас есть возможность примириться с Господом. Сегодня у каждого из нас есть возможность не оказаться в этом мрачном Аде, в этом мрачном месте. Для того, чтобы нам не оказаться там, нам нужно пересмотреть, переосмыслить свою жизнь. не нужно на себя смотреть таким, знаете, гордо-христианинским, вот таким вот верующим, верующим, если можно сказать, представлением, что я вот настолько хорош, что я настолько вот тверд в Слове Божьем. Когда вы будете на себя так смотреть, то вы упадете. Вы будете находиться не в правильном состоянии. Принять нужно жертву Иисуса Христа, переосмыслить свою жизнь. Если ты видишь, что ты далеко не пшеница, если видишь, что ты далеко неправедный человек, то сегодня есть возможность не оказаться в этом страшном аду, а примириться с Господом, приняв Иисуса Христа как своего Спасителя. Вы знаете, апостол Павел в послании Тимофею предлагает совершать свое спасение. Посмотрите, что он говорит. Первое послание к Тимофею апостол Павел своему ученику говорит, 4 глава 16 стих. Он дает вот эту возможность взглянуть на себя. Не на своего ближнего, а взглянуть на себя. Смотрите, что он говорит. Вникай в себя, в учение, то есть в Евангелие, и занимайся с ним постоянно. То поступая так, себя спасешь и слушающих тебя. Друзья, вот это условия, при которых ты можешь быть доброй пшеницей или праведником, заключается в том, чтобы вникать в себя, вникать в учение, вникать в Евангелие и заниматься с ним постоянно. Дорогой друг, не смотреть на своего соседа, а смотреть в себя вовнутрь. Что значит вникать? Вникать – это значит разобраться в чем-либо, стараться понять, добиться понимания. Вот что значит вникать? Вы знаете, когда мы с супругой были чуть помоложе, к нам пришел один человек, который продавал вот такие вот Security, вот Residential Security House, знаете, продавал вот такую охранную систему электронную, которая каким-то образом давала посыл полиции, и полиция могла приехать и посмотреть, что происходит с твоим домом. Когда мы с ним разговаривали, он предлагал, в принципе, неплохие вещи, вот там, в течение определенного времени, за какую-то плату будет проводиться вот этот сервис. Если кто-то к вам придет или еще что-то, вот сразу, значит, полиция приедет и посмотрит, что происходит с вашим домом. Мы все послушали, вроде неплохая идея, купились мы вот на что, что это всего лишь три месяца промоушен, и после трех месяцев, если вы не захотите, то можете cancel сделать это, ну, этого контракта, и как бы дальше жить своей жизнью. Мы взяли, подписали эти бумаги. Прошло вот три месяца, бесплатно, интересно, новая система, заходите, там много кнопочек, закрываешь двери, там говорят front door open, front door close, garage door open, знаете, вот по всему дому вот это вот, такое вот, да. Прошло три месяца, начинается четвертый месяц, и нам надо платить билл. Мы, конечно, помним о том, что нам сказали, что три месяца, и потом мы можем сделать cancel. Ну, нам как бы понравилось три месяца, а потом это все, конечно, как бы, ну, надоело, потому что надоело из-за того, что платить надо, понимаете, вот из-за чего надоело. Да. Мы звоним и хотим расторгнуть наш контракт. А они нам говорят, вы не можете расторгнуть контракт. Если вы расторгнете контракт, вам нужно заплатить, там, то ли, три с половиной тысячи fees. нужно было заплатить, чтобы потом вот это, потому что, оказывается, то, что мы подписали, мы подписали не на три месяца, а на три с половиной года контракт, и в случае расторжения этого контракта мы должны были заплатить определенный штраф. Мы тогда как-то друг на друга посмотрели, а что мы подписали. вот это конкретный пример, когда человек не вникает в то, что он подписывает. Это житейский пример. Его с ним можно было прожить, и мы прожили, и все было хорошо. Но я говорю это к тому, что когда мы не вникаем в себя, не вникаем в учение, не вникаем в Евангелие, то мы живем вот такой вот жизнью, где потом мы сами жалеем. Подписать подписали, а потом только начинаем думать, а что мы подписали. Понимаете, о чем я говорю? Враг душ человеческий подходит точно так же лукаво. Он не скажет вам, что пойди, сделай грех, и ты потом после этого греха попадешь в ад. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Все, что он будет говорить, он будет говорить, как сегодня брат говорил. Плод этот очень хорош. Он и знания дает, он и то дает, и третье, и четвертое. Точно так же, друзья, с человеком, который любит посещать бары, человек, который вот где-то чувствует, что вот тянет его каким-то порнографическим сайтом или еще что-то. Все начнется с того, что это нормально, это потихонечку. После этого ты не будешь гореть в аду, поверь мне. Все это ведет к тому, что человек ведется на вот это, а потом, когда хочет остановиться, уже не может. Писание говорит, вникай в себя и в учения и занимайся с ним постоянно. Знаете, когда человек вникает в Писание, в Евангелие, что он там видит? Кого он там видит? Он видит там состояние своей души. И в свете Евангелия он видит Иисуса Христа. И когда человек, вникающий в Писание, видит Иисуса Христа, он смиряется перед Ним. Он в сокрушении сердца плачет и просит прощения у Бога, потому что видит, что его состояние неправильное. И вот это жизнь в сокрушении. Но когда человек не вникает в Писание, а просто открывает, прочитал для того, чтобы каким-то образом сказать жене, да, я почитал. Или перед детьми отчитаться, когда они скажут, папа, ты читал Библию? Скажут, конечно, читал я Библию. То такой человек смотрит на членов церкви, смотрит на своих братьев и сёстров и думает, ну, в принципе, слушай, я неплохой. Вот смотри, тот брат, та сестра вообще ничего не делает. А я, допустим, там в воскресной школе чем-то занимаюсь. А помимо воскресной школы я, допустим, в хоре ещё пою. А если надо, я вот и, ну, где-то там активно какое-то миссионерское служение подержу. Надо, я и десятину дам. Нужно, я и там помогу, и там помогу, понимаете? Я, в принципе, не очень плохой. А вот та вот сестра, тот брат, вообще ничего не делает. Так я, слушай, по сравнению с ним, так я ещё пшеница, будь здоров какая. Понимаете? А это, оказывается, всё ложное. А это, оказывается, всё зыбкое. И понятие себя самого, как пшеница, оказывается, ты хороший такой вот плевел, который гореть хорошо будет. Друзья, это очень опасно. Взирать на человека и делать своё, и на основании другого человека определять свою духовность, это очень зыбкий путь. Нашу духовность и наше состояние мы можем анализировать в свете Священного Писания. И Писание предупреждает нас, и сегодня предупреждает тебя, дорогой друг, и предупреждает меня. вникай в себя, в Евангелие и занимайся с ним постоянно. Не занимайся сплетнями, не занимайся выбором того или другого, не занимайся осуждением. Смотри в себя, в Евангелие и занимайся с ним постоянно. И последнее. Знаете, когда я смотрел на призыв вот этого апостола Павла о том, чтобы заниматься своим спасением, спасением своих ближних, спасением тех, кто тебя слушает, я вспомнил пример, пример Ноя. Друзья, чем занимался Ной, когда Господь сказал ему построить ковчег? В строительском ковчеге. Но не только в строительском ковчеге. Когда Бог сказал Ною, строй ковчег, изначально и главная цель Ноя была в том, чтобы спасти себя и спасти всех тех, кто будут с ним в этом ковчеге. Историки говорят, что Ной строил ковчег где-то 50-70 лет. Если посмотреть на отрезок времени жизни Ноя, то 50-70 лет для Него в принципе не так много. Но если вот этот отрезок времени 50-70 лет привести в нашу жизнь, то это, дорогие друзья, это целая жизнь. И мы сегодня, каждый из нас, призываемся всю жизнь совершать свое спасение. Точно так же, как Ноя строил ковчег, апостол Павел призывает каждого из нас совершайте свое спасение. Вникайте в себя, вникайте в Евангелие и занимайтесь всем постоянно. И когда вы будете вникать, когда вы будете рассудовать над Словом Божиим, у вас даже мысль не придет в голову, чтобы смотреть на братьев и сестер и думать, а кто же из них плевел, а кто же из них пшеница. Пусть Господь нас благословит. Пусть Господь даст нам мудрости, чтобы вот эти слова, они не не ушли просто так, но чтобы они остались в сердце. Вот это напоминание Иисуса Христа об Адде, оно действительно очень верно, очень правильно, и оно действительно существует, и ад существует, от этого никуда не убежишь, никуда не убежишь, и вот этот небо от Божьего суда, он сокращается, и придет то время, где каждый из нас отдельно даст отчет перед Богом, что мы делали здесь на земле. И для того, чтобы нам не попасть в ад, для того, чтобы нам не попасть в это ужасное место, чтобы нам не проводить вечность с бесами и с дьяволом, Иисус Христос дает сегодня возможность тебе и мне проанализировать свою жизнь, покаяться перед Ним, если нужно, и начинать новую жизнь со спасения себя и своих ближних, вникать в себя и вникать в Писание. Пусть Господь нас благословит, я приглашаю вас к молитве, давайте помолимся. всем. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...